Всем привет, с вами Мария Лэнд, и это вторая часть по оформлению ежедневника, блокнота и личного дневника. Не так давно выходила первая часть, вам она очень сильно понравилась, там мы тоже оформляли личный дневник. Сейчас вы видите подсказочку, после просмотра этого видео обязательно переходите, смотрите, кто еще не видел. Ну а это вторая часть по оформлению ежедневника, давайте же начинать. Поскольку сейчас у нас зима, новогодние праздники, хочется максимально сделать зимний разворот, зимний пейзаж, поэтому сверху я решила вот так легким движением руки проиллюстрировать горы. Я не думаю, что здесь есть какие-то вопросы, сложности. Кстати, кто хочет еще раз посмотреть, как же нарисовать такие горы, можете посмотреть мои видео на YouTube во вкладке видео. Это штрихи в одном направлении, и потом таким голубо-сиреневым маркером я прохожусь вторым слоем, как бы так наслаиваю цвет на мои штрихи. У основания гор я прорисовываю такие же штрихи и накладываю вторым слоем цвет. В нижней части я также буду рисовать пейзаж, это будут такие деревья, елки, сосна. Это все прорисовывается таким болотным цветом маркером, у меня с кисточкой на конце, но это в принципе не важно. Кисточка просто придает более пушистость, наверное, если так можно выразиться. Сначала мы влево штрихи накладываем, потом вправо штрихи накладываем. В двух сторон как бы отзеркаливаем, и получаются такие елки-силуэты. Дальше обычной черной ручкой, черным линером я прорисовываю ствол посередине, и также колючки с левой и с правой стороны наших елочек. Это придает объем и, наверное, глубину нашего дерева. Далее черным я прорисовываю стволы, у елок это внизу, и серединку, как я уже говорила. Где-то у меня половинки елочек остаются, а в центре у меня прям много-много елок стоит. Далее я нарисовала сугробы, снег, это все темно-синим маркером. Закрасила серединку немножко маркером посветлее, а в середине уже начинается наше оформление и текст, который я написала на левой страничке. Это новогоднее желание. Как вы поняли, разворот посвящен именно ему, потому что скоро Новый год, скоро новогодние праздники. Нужно сформулировать желание, которое вы хотите, чтобы оно исполнилось, потому что, я думаю, это будет уместно к данному празднику. Я оформляю всякими стикерами, наклейками к Новому году. Вот, к примеру, Дед Мороз с оленем. Как известно, он у нас живет на Северном полюсе. Правильно? Правильно. Поэтому пейзаж здесь горы и лес с сугробами снега. Дальше в хаотичном порядке наклеиваю снежинки, звездочки, что угодно. Если у вас нету таких стикеров, наклейок, вы мне часто, кстати, пишите, что вот, что мне делать, у меня нету таких наклеек. Ничего страшного, как бы, да, вас же никто не заставляет именно повторять за мной точь-в-точь этот разворот. Во-первых, мои наклейки вы можете заменять своими рисунками. Во-вторых, вот из ситуации, это то, что вы можете посмотреть принцип оформления и заменить мои наклейки своими наклейками. Может быть, у вас тоже есть какая-то наклейка новогодняя, рождественская, может быть, подарки или елочка. Так что это все такой вот выход из ситуации. На правой стороне я иллюстрирую гирлянду. Чем запутаннее, тем лучше. Рисую вот такие лампочки, огоньки. Мне кажется, это максимально рождественский по-новогоднему. В нем-то мы и будем писать с вами новогоднее желание. Главное здесь лампочки раскрасить всеми яркими цветами. Я не буду вам показывать, какое желание новогоднее написала я, потому что все-таки это нужно держать в секрете, чтобы оно точно исполнилось. Поэтому я оставляю белое пространство в окошечке, но потом, после создания этого видео, я обязательно его заполню. Вы, конечно, заполняете уже свое желание новогоднее, которое вы хотите, чтобы у вас исполнилось. Желаю вам, чтобы оно точно-точно у вас сбылось. Далее я возвращаюсь к своим новогодним стикерам и расклеиваю их в таком порядке, в котором мне кажется более симпатичным, более праздничным и красивым. Это такая амела, очень тоже по-новогоднему. Вы можете, кстати, ее нарисовать. И еще такой Санта-Клаус с подарками здесь в сугробе. То есть нижняя часть разворота получилась и рисованная, и иллюстрирована стикерами-наклейками. Дальше обычным тонким маркером я добавляю снежинки в некоторых местах, как будто идет снегопад. И также добавляю свой текст. Вот такой вот новогодний разворот у меня получился. Вы можете написать в комментариях, если он вам понравился, и вы будете его повторять. Все очень просто. Надеюсь, что он вам понравился. Опять же таки повторюсь, что это сможет повторить абсолютно любой. И те, кто ведет ежедневники с планами, планировщики, и те, кто личные дневники ведет. Вот такая универсальная идея для всех. Ну а я показываю вам следующие идеи оформления тоже в новогодней тематике и новогоднем стиле. Покажу две классные идеи оформления к Новому году, к Рождеству. Просто красивые идеи для оформления личного дневника. Итак, поскольку Новый год это каникулы в первую очередь, да, поэтому здесь страничка посвящена 10 дел идей для каникул. Здесь в две колоночки распланировано как раз 10 дней, 10 дел, которые нужно успеть сделать, пока не наступили новогодние праздники, пока идут новогодние праздники. Всякие, к примеру, телевизоры или вот маски, которые обозначают, что нужно сходить в театр. Вы подбираете свои тематические наклейки или рисуете сами какие-то тематические рисуночки. Я, в принципе, показывала большинство из этого, как нарисовать. Это были и дудлы на моем канале видео. В общем, либо рисуете, либо клеите те наклейки, рисунки, которые вам подходят под ваши дела, которые вы будете делать на каникулах. Вот эти елочки — это декоративный скотч, который очень легко рисуется. Тем более, в начале видео я показывала, как нарисовать елки, поэтому я не думаю, что у вас будут с этим проблемы. Они здесь немножечко неровно стоят, но еще раз повторюсь, что это декоративный скотч. Так было задумано. Далее здесь, к примеру, красным маркером я специально прочертила вот такую отбивку пунктирной линии. По-моему, выглядит очень здорово и действительно воспринимается, как будто это скотч такой. Далее, если детально рассматривать, могу вам поближе показать наклеечки, чтобы вы могли остановить на паузу, перерисовать, если вдруг ваши дела совпадают с моими, или более детально изучить. В принципе, с этой страничкой мы, наверное, закончили, потому что здесь более детально уже нечего описывать. И мы переходим ко второй страничке, ко второй идее. Итак, вторая страница – это мои планы в новогодние праздники. Тоже, поскольку Новый год скоро у нас с вами, нужно делать такую страничку. Здесь тоже все выполнено с помощью стикеров-наклеек. Вы можете также рисовать. Повторюсь, что большинство рисуночков таких я показывала, как рисовать в своем видео про дудлы. Стрелочки – это тоже все ручное нарисованное. Не думаю, что у кого-то возникнет проблема. Просто здесь в разброс пишите свои дела, свои планы, которые вы хотите успеть сделать в новогодние праздники. Сверху синие кружочки такие добавленные, а снизу красные кружочки. Это все нарисовано маркером, кисточкой, обычным линером. Можете использовать фломастеры. Кто чем больше любит рисовать, тоже смотрится красиво и даже как будто декоративный скотч. Вот такие вот две странички, две идеи оформления, идеи для каникул. И мои планы на новогодние праздники у меня вышли. Можете брать любую из этих идей. Уверена, что они приживутся в ваших личных дневничках. Обязательно напишите в комментариях, какая из идей вам понравилась больше всего, потому что мне это действительно очень интересно и важно. Ну а я с вами прощаюсь. Ловите, момент была с вами Мария Лэнд. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok